Здравствуйте! Это программа Город Эсси. Я Елена Чернявская. 24 августа в Самаре пройдет ставший уже традиционным фестиваль цветов. Карнавальное шествие участников парада будет организовано от площади Революции до Струковского сада. Жители и гости Самары города могут увидеть удивительные композиции цветов, которые будут созданы лучшими флористами России и зарубежья. А поскольку 2019 год в России объявлен годом театра, то несколько передвижных платформ карнавального шествия будут оформлены в театральном стиле. Ну что же, не буду раскрывать все секреты. В нашей студии Евгения Борисовна Мищенко, заместитель и руководитель Департамента культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара, и Вера Викторовна Глухова, генеральный директор садового центра. Вера Глухова, здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте, Елена. Что же, да, давайте поговорим, грандиозный будет праздник в нашем городе. Но вот понятно, что меняется и наполняется культурная жизнь нашего города. Вот каким будет фестиваль цветов в этом году? Фестиваль цветов в этом году проводится уже в 15-й раз. Он такой полуюбилейный. И мы постарались вместе с нашими коллегами, партнерами сделать его действительно масштабным, запоминающимся и очень ярким. И фестиваль цветов в этом году и цветы, и цвета. Мы так его вот трактуем. Фестиваль пройдет 24 августа. Что у нас в программе? Это в первую очередь карнавальное шествие, и в 13 часов мы стартуем от площади революции. Я сразу хочу сказать, пригласить тех, кто любит карнавал, хочет себя проявить, поучаствовать. Люди, наши гости, жители Самары могут прийти и влиться в карнавальное шествие. Мы всех ждем в 12 часов. И территория и зона встречи – это пересечение улицы Пионерской и Куйбышева. Я сразу хотела бы, если можно, номер телефона для уточнения по поводу, куда, к кому обратиться, когда подойти. 332-42-60. Поэтому номер телефона мы принимаем все заявки и проводим консультации по этому вопросу. Да. Вера Викторовна, не случайно мы пригласили вас в студию также. Скажите, пожалуйста, что для вас, для человека, который всю жизнь проводит с цветами, да, это ваша жизнь, буквально ваш бизнес, бизнес очень красивый, яркий. Что для вас этот праздник? Ну, конечно, вот какую частичку вы вкладываете в это городское масштабное мероприятие? Знаете, хочется показать самое лучшее, самое красивое, самое интересное и что-то новое все время. Понятно, что мы в садовом центре выставляем там до 2000 номинований растений. Гектары там просто. Да, 20 гектаров все вместе. То есть мы все не привозим. Но основной акцент, конечно, в этот период, когда цветут гортензии, изобилие гортензии, мы очень много будем использовать в строковцом саду именно цветы гортензии. В прошлом году мы сделали две фотозоны. Одна такая была фотозона только из гортензии, выложена так 3 на 3 метров, чисто выложена полностью гортензиями, да. Фееричное зрелище. Да. И качели были оформлены очень красиво. Вы знаете, два дня стояли люди в очереди. То есть мы уже разбирали все, хотели сфотографироваться. И мы поняли, что нужны фотозоны. И в этом году еще два таких сюрприза будет. Мы сделали 4 фотозоны. Ну, оформление около качели, вокруг качели мы тоже берем. И хотела показать такую красоту гортензии. И поэтому мы вывозим в этот раз огромные гортензии высотой полтора метра. То есть они будут расставлены по центральной аллее. И, конечно, самое интересное место это будет оранжерея. То есть хотели бы создать историческую оранжерею. Конечно, мы не сможем все сделать именно так, потому что, во-первых, место, где скейт-площадка у нас, да. И мы максимально используем эту территорию. И сделали зоны, приготовили зону, значит, пустыни, полупустыни. И сделать, делаем водоем. Очень такая получилась водоем с фонтанчиками, с лавочками. То есть такая подготовительная работа очень большая проводится. И самое главное же вывезти, привезти, сохранить эти растения во время праздника. Вера Викторовна с огромной душой работает. Это удивительно совершенно. И качество, и с таким вот трепетом любовью к цветам. Это, конечно, Вера Викторовна ее фирменный стиль. И гортензия самый, наверное, прекрасный цветок, который у нас в последнее время культивируется. Да, в этом году было очень много еще высажено в черте города. Вот как раз Самара-Арена. Гортензия, скажите, пожалуйста, вот вы проанонсируете телефон для участников. Кто вообще будет принимать участие в этом фестивале? Только ли наши местные профессионалы, вот как Вера Викторовна, либо, конечно же, приглашенные гости. И вот в том году фестиваль прошел в новом формате. В этом году будет еще более? Еще более. Безусловно, еще более. Я коротко расскажу. Действительно, карнавал с 13 часов. Мы смотрим, как замечательные карнавальные шествия, в котором у нас и пять платформ, ретро-автомобили, наши хореографические артисты, театры, все идут красиво одетые, наши жители города в едином таком цветочном, если так можно сказать, порыве. После этого с 14 уже часов в парке начинаются программы. Анимационные, концертные. И в самом парке работает больше 20 площадок. Это на каждой фактической площадке будет инсталляция, фотозона, обязательно с цветами, флористическое оформление. И надо отметить, вот Вера Викторовна сказала, что это обязательно привязано к истории сада, которому, по некоторым сведениям, в этом году исполняется как раз 170 лет. То есть еще информативный будет фестиваль. Совершенно верно. Поэтому все программы, они так либо иначе связаны с историей. Если мы говорим про оранжерею, то она была в Струковском в прежние времена. Если мы говорим про такую вот площадку у Горького, это будут связаны программы с театром и с годы театром. Это его и действительно драматургия, безусловно, найдет отражение. Если мы говорим про время 60-х, то это стиляги и тематическая площадка тоже она будет работать. Если мы говорим про начало века, то это будет площадка духовых оркестров. Вальс на Сопках Манчжури к нам приезжает Нижегородский губернский оркестр. Замечательный совершенно. То есть много приглашенных еще артистов. Много приглашенных и все лучшие самарские силы, конечно, у нас. Поэтому любая история Струковского, она находит воплощение в наших площадках, в наших программах. Ну, все сюрпризы не буду раскрывать. Конечно. Совершенно скоро уже будет и на сайте, и на нашей самарской газете опубликована подробная карта. Карта фестиваля. Что, где, когда. Всех желающих ли сможет вместить этот фестиваль, либо это будет вот таким сплошным потоком перемещаться, и то есть гости могут присоединяться. Вы знаете, я думаю, что есть смысл приходить и к двум часам, и к трем, и к шести, и к восьми. Все площадки будут работать до десяти вечера, и на многих будет подсветка, инсталляции будут световые. Поэтому можно и вечером прийти посмотреть уже светящуюся красоту. Ну, а днем можно прийти посмотреть еще, конечно, живые, настоящие цветы. И работаем мы все-таки еще два дня. То есть концертные программы 24-го, а вот вся эта красота, флористика, она остается еще на 25-е число. У нас есть кадры прошлого года фестиваля, я прошу их сейчас показать нам, ну и, конечно, прокомментируйте, вот если вспомнить те ощущения того года и предстоящей Веры Викторовны, вот волнение какое-то есть, что вот эксклюзивного вы приготовили. Просто, знаете, хочется самой красивой привести сюда. Я уже практически все рассказала. Вы знаете, получается освещать историю парка через цветы. Это было всегда моей мечтой, скажем, участвовать в таких проектах. Да, и самое главное, очень много детей участвует, очень много гостей. То есть именно ощущение вот этого праздника. И интерес, ну просто очень большой, если мы вспомним прошлый год, то единовременно в парке находилось порядка 20 тысяч человек. Это просто было очень, очень много людей. Грандиозное такое шествие. Я думаю, что в этом году, наверное, будет не меньше, а как бы не больше. Но вот если рассматривать все-таки фестиваль и с эстетической в том числе точки зрения, Вера Викторовна, а можно будет что-то приобрести на фестивале, унести с собой? Да, если в прошлом году были какие-то площадки продажи внутри Струковского парка, в этом году решили его вынести за пределы, то есть это будет доль набережной. Там около 70 мест будет торговли. Торговых точек, да? То есть участвуют, да. Очень часто же участвуют. Да, мы, конечно, свои продукции привезем, но не только мы. Очень много любителей участвует в этих процессах. Цветоводы, коктусоводы, театры, фиалки обычно. Можно приобрести, может быть, какие-то уникальные сорта. Да, конечно, конечно. Обязательно, конечно, что-то будет. Всегда новое. Знаете, выставка, участки выставки, да, хочется показать то, что мы можем сделать. Я думаю, вот мы придумали, продумывали, как это лучше сделать, используя, представьте, практически на асфальте и показать всю эту красоту растений. Сидели, выбирали многие, особенно суккуленты, кактусы, суккуленты, огромные, полтора метра высотой, мы привезли, конечно, из Голландии. Это же надо было подобрать заранее. Работу начали еще весной. Вы знаете, слушая вас, вот вы с таким восторженным видом все это рассказываете. Это очень красиво. Это очень красиво. А как ароматно еще, наверное, да? Не сомневайтесь. Почему в Самаре, в нашем городе, мы не Голландия, не... Я не знаю, почему такое внимание цветам-то уделяется? А вы знаете, не только здесь. Сейчас в Москве проводится очень много праздников, именно связанных с цветами. И то, что фестиваль проводился каждый год, но на таком масштабном уровне, вот второй год организовывает, очень масштабный, очень высокий уровень. И самое интересное будет вот эти платформы флористические. Такого в Самаре еще не видели. Ну, наверное, вот такой карнавальный парад цветочный только у нас и в Петербурге. В общем-то... А почему у нас так любят? Я думаю, что любят действительно везде цветы. Сейчас уже действительно больше всего урбанизма появляется в нашей жизни, все больше людей живет в городах. Наверное, не хватает вот этой красоты, живого, теплого цветка. Наверное, поэтому. Ну, а Самара любит карнавалы. Мы сегодня буквально изучали историю по губернскому вестнику, по ведомостям, по Самарской газете. В 30-е годы, да постоянно, чуть ли не каждую неделю карнавал в Самаре, в Струковском. Понимаете, значит, это наша добрая самарская традиция. Да, сложившаяся традиция. Быстро пронеслось наше время. Мы еще продолжим говорить с ларистами дальше в нашей программе. Но вот вопрос последний вам, заключителей. Почему стоит посетить фестиваль? Получить радость. Увидеть, узнать новое, увидеть прекрасное, прикоснуться вот к этому чудесному совершенно. Чуд, природу, цветку. Но все-таки, наверное, уникальность-то еще есть. Да, и мне, знаете, мне очень понравилось, что люди готовы поделиться вот этой радостью, вот этими моментами. Все фотографируются. И все, конечно, рассылается по всей России, вообще по всему миру. То, что и часто говорят, это в Самаре, это у вас в Самаре. То есть люди не только радуются, еще делятся этой радостью. Ведь это самое главное, не потерять радость от жизни. Ну, еще очень здорово, что при подготовке фестиваля все очень дружные, большие команды работают. Флористы. Все наши, там, цветочные организации, волонтеры, просто большая дружная семья. А сколько же задействованы людей, большие команды? Я думаю, что если мы говорим про флористов, наверное, больше 50, больше 70 человек. То есть, да, Никита, конечно, очень большое количество своих коллег пригласил. Увидим. Да, он расскажет. И самое главное, ну вот это надо увидеть, нельзя пропустить такое. Потому что обычно видят розы, хризантемы, тюльпаны, ирисы, да. Но не очень большой ассортимент именно срезанных цветов. А здесь будет все. Ну, и, конечно, большая просьба бережно отнестись к этой красоте. Конечно. Ну что же, мы продолжим нашу программу далее. Я благодарю вас. Ну, конечно, увидимся на фестивале. Спасибо, обязательно ждем вас. Спасибо. Всех ждем. Да, сейчас мы посмотрим, как этот фестиваль проходил в том году, и продолжим наш эфир. Карнавальное шествие в субботу захватило улицу Куйбышева. От площади Революции до Сруковского сада самарцы наблюдали захватывающую шоу-программу. Группа барабанных шоу, дефилей из цветочных костюмов, ретро-автомобили и сказочные кареты прошли по улице под восхищенные взгляды зрителей, которые только и успевали ловить яркие кадры на камеры своих смартфонов. Чтобы увидеть такую красоту, многие приехали из других городов. Все группы, которые были представлены, и оркестр в начале шоу, и все композиции, и футболисты юные там были, и ретро-машины. Все прекрасно, все понравилось. Остановился карнавал в Струковском парке. На сцене для гостей фестиваля выступили танцевальные коллективы и вокалисты, после чего жители разошлись по тематическим площадкам. Кто-то фотографировался в цветочных фотобудках и у стен, украшенных цветами, кто-то увлекся игрой актеров, кто-то живой музыкой. Самые маленькие гости праздника активно участвовали в мастер-классе по созданию цветов из бумаги и внесли свой вклад в украшение парка. Я люблю на праздники ходить. По праздникам я люблю всякие танцы, песни. Я, конечно, тоже люблю танцевать. От танцев я не откажусь. В этом году вообще просто, мне кажется, какое-то грандиозное событие. Сделали все очень красиво. Действительно, столько много площадок, где и глаз радует, и есть на что посмотреть. Фестиваль просто замечательный. Мы в восторге. Уйма эмоций, прекрасные краски и почаще бы такого делать. Участники фестиваля признаются, подготовка к празднику была долгой и усиленной, зато результаты себя оправдали. Мы очень рады быть сопричастными к этому фестивалю, потому что такого в нашем городе не было очень давно. Такого количества живых цветов, такого количества флористов с разных городов. Поэтому для нас это правда большая честь. Помимо самарских флористов, над украшением парка трудились специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. В этом году мы решили подойти несколько традиционно. И в связи с тем, что карнавал у нас на чемпионате очень хорошо, что называется, выстрелил и себя зарекомендовал, вот мы и вернулись к этой идее, все-таки проведение такого красочного цветочного фестиваля, цветочного карнавала. Мне кажется, получилось. Мы видели настроение людей, все улыбались. И это получилось очень красиво, в моем понимании. Глава города Елена Лапушкина уже строит планы на будущий год. В 2019-м фестиваль обещает стать масштабнее, а границы парка расширятся, чтобы места хватило всем желающим. Я продолжаю разговор с Никитой Дементьевым, флористом в фестивале цветов 2019, и Динарой Кушаевой, руководителем компании САД. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Ну что же, да, мы вот в первой части программы поговорили о этом грандиознейшем, конечно, мероприятии, фестивале цветов. Но это же праздник для тех, кто увлекается флористикой, ландшафтным дизайном, кто любит природу, красоту, цветы. А вот что он значит для вас, Никит? Ну, для меня в первую очередь это праздник, очень большой праздник, потому что ко мне и к нам в город приедет очень много моих друзей, которые будут помогать создавать объекты ландшафтные, или вот мы делаем платформы цветочные. Вот, и это очень сложная работа, и я рад, что в нашем городе есть такой праздник. А кто приедет? Расскажите, проанонсируйте, потому что в анонсе мероприятия было написано, что из России, даже из-за рубежа. Ну вот неужели это такое мероприятие, что стоит приехать и посмотреть? Конечно. У нас очень много друзей из России, это и Новосибирск, это и ближайшая Казань, это и Ростов-на-Дону. Это ребята, ну, без Москвы тоже не обошлось. Это ребята, которые занимаются цветами, флористикой, люди международного уровня, профессионалы своего дела, и также мы позвали иностранных флористов для того, чтобы перенять опыт в проведении такого рода фестивалей. Ну вот логичный вопрос, мне кажется, все это будет воспроизведено, воссоздано впервые, будет масштабно и красиво. Ну, фестиваль пройдет, а куда же эти цветочные шедевры-то делаются? Хороший вопрос. Ну, эти цветочные шедевры останутся в Струковском парке, и на них можно будет полюбоваться в течение следующей недели. Недели. Вот. Ну, хотел бы попросить горожан не терзать и не раздирать цветы на наших объектах, потому что в том году, куда же делись цветы, горожане просто это все... Частичку фестиваля в Мастерской Родовой, да? Да. Давайте устроим хотя бы небольшой праздник в нашем городе, и пусть это постоит хотя бы два дня, а дальше мы вам все обязательно раздадим. Ну, масштабные, как я уже сказала, события, а вот в цифрах, если поговорить, сколько же будет прекрасных растений и цветов использовано вот на эти платформы? И, кстати, откуда они будут привезены, либо местные? Ну, на самом деле количество цветов очень большое, я не задавался такой цели посчитать это все. И на самом деле мы берем цветы как у наших российских производителей, так и заказываем их в Голландии. Но в любом случае, наверное, это будет только качественный и свежий материал. Да, конечно. Какие критерии? Отбора цветов, чтобы он был качественный, свежий и необычный. А самое главное красивый. А самое главное красивый. Да, да. Динар, я знаю, что будет также не менее интересный проект «Ценсорный сад». Расскажите, пожалуйста, о нем. Да, я считаю, это очень уникальный проект, и в принципе он будет реализован у нас в городе первый раз. Даже можно добавить, что не только у нас в городе, по России это достаточно новое явление. Здесь будет реализован именно пока только фрагмент тактильного сада. Это клумба размером примерно 30 квадратных метров, которая будет полностью адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. То есть это можно потрогать? Да. Цель и основная суть этого сада, что, во-первых, все клумбы будут на разных высотах, на уровнях, то есть к ним можно подъехать, их можно потрогать, их можно пощупать, понюхать. Сам сад будет создан так, чтобы вызывать образ у людей с проблемами зрения, то есть было ощущение, чтобы они точно так же были вовлечены во всю эту красоту. То есть неограниченная возможность трогать, щупать, там будут различные виды отсыпок, и шишки, и мраморная крошка, и кора, и желуди, и песок. Я думаю, что это будет интересно как и для людей с ограниченными возможностями здоровья, так и просто для деток, которые тоже очень любят трогать, щупать. То есть таблички с руками можно будет, да? Вот эту клумбу можете трогать, наслаждаться ей в полной мере, и нам даже будет приятно. И хотелось бы еще добавить, что она будет с различными тематическими разделениями по растениям. Там будет и аптекарский огород, и огород обычный. Такой был заказ, кстати, от ребят из Тефлоцентра, потому что они говорят, вот мы, у нас проблемы, мы даже не знаем, например, как растет баклажан. Вот хотелось бы пощупать и потрогать. И мы прислушались и хотим сделать и обычный огород, и будут хвойные кустарники, и цветочная композиция. И это будут разные запахи, текстуры. Ну, я думаю, что будет очень приятно и интересно. То есть я правильно ли вас понимаю, что при создании вот этого проекта, при подготовке учитывалось мнение еще и жителей, конечно, да? Да, да. Еще и маленького населения. Как вот эта связь происходит? Связь происходит, вот опять-таки, кстати, спасибо большое администрации, они очень вовлеклись в этот проект и попросили действительно выслушать мнение, учесть пожелание, что обязательно там будет экскурсия речевая, будут таблички со шрифтом браля, будет экскурсия, на которой будут рассказываться, какие растения. То есть с ней нечим возможностями зрения, да? Да. Можно еще будет и прочитать тактильно. Можно прочитать тактильно. Там обязательно будут учитываться дорожки, что можно подъехать, кто использует коляски. Ну, эта клумба, я думаю, будет учитывать все пожелания и все нюансы людей с различными возможностями. Где будет эта клумба? Как ее найти? Как в нее попасть? При входе, в принципе, будет. Там мне сейчас тяжело сориентировать. Ну, навигация подскажет, да? Навигация подскажет, плюс мы обязательно будем. Помимо этого, там уже будет организовано несколько экскурсий для деток незрячих. Мы в определенные фрагменты времени будем проводить эти экскурсии для них. Поэтому я думаю, что вы нас найдете, и все пожелания, ну, все желающие, я думаю, смогут увидеть там. Никит, в том году фестиваль цветов в Самаре проходил под эгидой нового формата. Скажите, пожалуйста, чем в этом году будет фестиваль уникальный в 2019 году? И вот вы, как флорист, что лично нового вы принесете в него? Ну, хороший вопрос. Очень сложно уже как бы что-то привносить нового в мировой флористике. Во-первых, мы подойдем к данному проекту еще более профессионально, да? Потому что творчество есть творчество, но нужно быть профессионалом своего дела. И для этого мы проводим мастер-класс, где мы будем показывать интересные техники сборки букетов. Также мы приглашаем волонтеров, которым интересно поучиться и посмотреть, что делают люди, профессионалы своего дела. Вот. И в этом плане как бы фестиваль – это уникальная вещь. Потому что люди знакомятся, общаются. Все как бы сидят и работают. Добавляют за контактами, конечно. Все сидят и работают. Приобретают полезные связи. По своим магазинчикам и что-то там делают. Варятся свои каши. А здесь есть возможность показать себя, поучиться чего-то новому и пообщаться с коллегами по цеху, так скажем. Вот именно коллеги вашего цеха наверняка знают эти фамилии и придут. Вот предлагаю сейчас проанонсировать известных мастеров, которые приедут в наш город на фестиваль цветов. Ну, во-первых, это голландец Кейстаг. Очень известный флорист. Он очень часто участвует в питерских проектах. Сейчас он, к сожалению, на пенсии, но мы не могли его… И он приедет. Да. …не позвать, потому что это человек, посвятивший всю жизнь флористике. Вот. Вы можете прийти, познакомиться с ним, и он с удовольствием с вами пообщается. Вот. Также мы пригласили польского флориста Томаса Макса Качинского, который участвует во всевозможных мировых показах. Они вот только что приехали из Сингапура. Он тоже человек, который имеет свой магазин, плюс еще ездит по миру и устраивает всевозможные показы. Также у нас будет уникальный человек – это Томас Мизофи. С ним тоже можно будет познакомиться и поработать вместе. Это человек – чемпион Европы по флористике 2014 года. То есть чемпионат Европы проходит раз в четыре года, и Томас является действующим чемпионом по флористике. То есть люди такой величины приезжают к нам для того, чтобы помочь нам организовать вот этот фестиваль. Помочь, конечно, поделиться своим уникальным опытом. Вот, Динара, скажите, пожалуйста, насколько будет воссоздать сложно вот этот тактильный сад? Ведь огромная же работа будет положена. Да, потому что принцип любой клумбы – это минимальное вмешательство потом людей. Это как бы лицезреть и не трогать. А здесь сейчас сложность именно в том и подобрать те культуры, которые, во-первых, не причинят какой-то вред, не вызовут аллергию, не дай бог там уколоться или еще что-то пораниться. И вот это все нужно учитывать, но при этом сделать красиво. И при этом, чтобы эта красота, причем, да, эти блоки, они будут разборны, и в последующем их можно будет собирать в других местах. Это тоже уже обсуждалось. Как можно использовать дальше эту клумбу, да, ее можно в какие-то места, в детские сады, чтобы дети могли тоже вовлекаться, трогать, даже сажать в эти. Специально вот эта конструкция будет таким образом сделана. Поэтому и главная сложность очень хочет, чтобы понравилось людям, чтобы действительно, потому что мы прям всей душой в этот проект, правда. У нас есть такая мечта, чтобы вообще в Самаре появился полноценный тактильный сад, потому что все-таки инклюзивный отдых для детей, для людей с ограниченными возможностями здоровья должен быть. Должна быть территория, где им будет комфортно. Ну, я думаю, что благодаря поддержке тому, что прислушиваются, спасибо большое, к мнению и ландшафтников, и обычных людей, такой проект, дай бог, будет реализован. Вы знаете, с вашим упорством, я думаю, что обязательно получится при поддержке администрации нашего города. Вот вы, уважаемые флористы, профессионалы, какие чаяния надежды вы вкладываете вот в фестиваль, какие ожидания, что для вас вообще главное вот в этом празднике, ну, помимо устройства и красоты? Вот для меня главное, как человек, который работает с красотой, создает ее каждый день, чтобы люди захотели создавать вокруг себя красоту. То есть для меня важно, и я считаю, это грандиозный, масштабный праздник красоты, он должен все-таки в сознании людей будить какие-то приятные чувства, чтобы он возле дома захотел посадить цветы, не бросать мусор, там еще что-то. То есть красота должна стать частью нашей жизни. И вот такие праздники, я думаю, они должны помогать в этом. Ну, у меня такое. Для меня в первую очередь это повысить профессиональный уровень флористов нашего города или региона, как хотите. Второй момент – это общение людей. Мне хочется, чтобы пришло побольше людей для того, чтобы они могли общаться между собой и в дальнейшем. Когда мы общаемся друг с другом, мы становимся добрее в первую очередь, а во вторую очередь узнаем много нового. И после этого фестиваля мы узнаем много нового, и будем прекрасно работать до следующего года. Ну что же, да, наше время подходит к концу. Прямо коротко представляю заключительное слово. Почему стоит прийти на фестиваль цветов? Динара. Вы такого еще не видели. Поэтому обязательно стоит прийти, поучаствовать и заразиться этой красотой. Никит. Я считаю, нужно прийти для релакса, для положительных эмоций и для созерцания. Спасибо большое за позитивный настрой, за то, что вы делаете для жителей нашего города. Удачи вам профессионального роста. И спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. И, конечно, обязательно стоит посетить фестиваль цветов по 24 августа. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.